Интервью В пределах Официальных границ израильского государства Это то, что невозможно Не обсуждать, о чем невозможно сегодня Не говорить, и там сразу есть целый ряд Аспектов Которые, ну помимо того, что Вот я напомню, там 14 июля Перенесли посольство США В Иерусалим Перевесили табличку, если бы точно Ну во всяком случае, как бы повод был дан 15-го, соответственно Праздник со слезами на глазах Палестинского народа День изгнания И в результате протестов И вот здесь Дальше каждое слово требует уточнения В результате протестов Палестинцев, кто-то говорит, мирных протестов Палестинцев Зиральская армия была вынуждена Или опять открыла Огонь на поражение И 60 С лишним жителей погибло 2700 получили ранения И я думаю, что вы понимаете Вот эти мои запинки Потому что Это смотря с какой точки зрения Описывает событие Потому что если довериться Официальной, скажем, позиции Государства Израиль То пришли террористы Которые прикрывались Гражданским населением И совершили атаку На Собственно Заграждение На вооруженных военных На вооруженных военных Которые были вынуждены Сначала Слезоточивым газом Водометами А потом И огнем на поражение Если мы берем Точку зрения Большинства Наверное Других Государств То тогда получается В этот день Спровоцированные Вот в частности Открытием Американского посольства Палестинцы Пришли для того Чтобы выразить свой протест Уж теми способами Которые Которые есть в наличии Которым они располагают И тогда Вместо того Чтобы Против безоружных людей Применить Ну хорошо Какие-то методы Сдерживания Которые не подразумевают Никакого вооружения Израильская военщина Открывает огонь На поражение И правда Я думаю Что Здесь требуются Некие комментарии Уточнения Как трактовать Давайте Будем есть Вот этого Большого Ближневосточного слона По кусочкам По частям Иначе У нас общая картинка Не получится Несмотря на то Что бы нам не говорили Буддийские коллеги Относительно слонов В данном случае Нужно разобраться С каждой конкретной частью Действительно Открывается Посольство Соединенных Штатов В Иерусалиме Методом перевешивания Доски Фактически Потому что Новое здание Не построено На здание консульства Повесили табличку С помпой С большой Повесили табличку Посольства Приехали Большая Американская делегация В составе которой На секундочку И министр финансов И близкие люди Президента Трампа И Иванка И Куршнер Муж ее Все они выступили Притом выступили Очень четко Очень ясно Проявив Позицию Соединенных Штатов Иванка дословно Сказала Тут даже Никаких Не может быть Разночтений От лица Президента Соединенных Штатов Приветствую вас На открытии посольства В Иерусалиме Столица Государства Израиль Тем самым Американские партнеры Фактически подтвердили Что они считают Иерусалим Столицей Израиля И точка Несмотря на все Международные По этому поводу Разногласия Договоренности Энное количество Резолюций Организации Объединенных Наций ИСБ И Генеральной Ассамблеи Несмотря на более чем 50 лет Переговорного процесса Фактического Все это отметается В сторону Делается это Как вы правильно Совершенно отметили Накануне Большой для палестинцев Даты Трагической даты Которая по-арабски Звучит как Нагба Катастрофа Отмечается каждый год Никакой неожиданности В данном случае Нидры Израильтян Нидроамериканцев Не было Все прекрасно знали Что палестинцы Готовятся к этой дате Они каждый год К ней готовятся Каждый год Ее отмечают Шествиями Демонстрациями И так далее Фактически Палестинцы Были спровоцированы Других вариантов У них в общем Отреагировать не было Без сомнения Не было Более того Палестинцы Тоже понимали Что происходит Руководство Палестинцев В данном случае Я о Хамасе Говорю О секторе газа В Каир Они прилетели В Лак В воскресенье Не в понедельник И уже в воскресенье Начали там активно говорить Что нужно Экстренное заседание Лак По этому вопросу Мы понимаем Что происходит Лига арабских государств Да Лига арабских государств Лак имеется в виду Вот И В общем Всем было понятно К чему идет Абсолютно было понятно Что без столкновений Не обойдется Да даже израильтянам Это было понятно Потому что они усилили Контингент И американцам было понятно Абсолютно Другой вопрос Что американцы Как мне кажется Сегодня Переходят Уже такой полной ногой Переходят на политику силы Для себя То что Трамп обозначил Как силовая внешняя политика Как установление мира Через силу Никаких других вариантов Как встать на сторону Одной из противоборствующих сторон А вторую сторону силой Фактически принудить К выполнению всех требований В данном случае не существует В этом смысл силовой политики Поэтому конечно Американцы изначально Списали Будем циничны Списали эти палестинские жертвы Они их в расчет взяли сразу Что жертвы будут Более того Думаю Что и израильтяне Тоже понимали Что жертвы будут И дальше Вот любопытно Заявление Организации Объемных наций Официальное Сегодняшнее О том Что вообще-то Применение силы Было Не вполне соразмерным Все-таки Это оценка Экспертов Организации Объемных наций Все-таки Необходимости Применять Серьезное вооружение Ну как бы Не Меры успокоения У людей Там резиновые пули И так далее Все понятно Все прекрасно понимают Какие есть механизмы А боевое оружие Фактически Вот никаких Причин Применять Это боевое оружие Не было А вот теперь Извините Две картинки Которые По этому поводу Существуют С одной стороны Есть еще одна сторона Задействованная во всем этом Это Египет Каир предложил Хамас Экономическую помощь Отмену ряда Пограничных ограничений За прекращение Акции протеста Встреча Разведслужбы Египта И Соответственно Палестинского Лидера Лидия Хамаса Состоялась После того Как Египте Они прислали вертолет Привезли Рассказали И вот Что еще важно Встреча состоялась После предоставления Израильской Развиткой Каиру Доказательств Того Что боевики Хамас Угрожали Демонстрантам Требуя Чтобы те шли Границы С Израилем Это одна картинка Вторая картинка Которая описывает Корреспондент Рия Новости Из сектора Газа Палестинский папа Привез на тележке Зарепряженный Осликом Пятерых малолетних детей Посмотреть на столкновение С израильскими Войсками На границе Сектора Газа Во-первых Они сами просились Во-вторых Надо воспитывать В них храбрость Я цитирую Я решил привезти их сюда Чтобы они это видели Чтобы стали храбрыми Ничего не боялись Каждый раз Он подводит все ближе к границе Другой родителю Ведет за руку малыша Мимо корчащегося От боли демонстранта Совсем юный палестинец Позирует флагом В тревожной близости от границы Мальчик чуть старше Сознанием дела Показывает Как управлять Воздушным змеем Из целлофана И поджигать С его помощью Израильские поля Эцетера Эцетера И это тоже картинка Которая не выдумана Это картинка Которая В общем Имеет место быть И Израиль вынужден И на это тоже реагировать Я, кстати, никогда не говорил Меня многие коллеги-арабисты Иногда упрекают В том, что я Встаю на сторону Израиля И так далее Я никогда не говорил Что проблемы односторонние Что палестинцы белые, пушистые Что нет внутренних течений Что нет внутренних экстремистских сил Которые подталкивают Те или иные движения Внутри палестинского общества Я не говорил о том Что нет определенной идеологии Палестинского общества Особенно это касается газа В данном смысле Идеологии мученичества Идеологии Фактически Идеологии смерти За идеалы Палестинского народа И это, в общем Тоже сказывается На том духе С которым Палестинцы Идут на эти столкновения Но Есть же еще И В данном случае Есть кадры Объективного контроля Что называется Это невозможно Это не статья Написанная журналистом Со ссылкой на то Как дедушка рассказал Как он кого-то приводил Есть съемки журналистов Где израильские дроны Действительно Плотным слоем Покрывают территорию С летачивым газом С хорошей высоты Сбить их оттуда Никто не может Туда попадают И женщины И мирные дети И случайные зеваки И журналисты Разбегаются в панике Есть все эти картинки Есть Объективные данные Организации объединенных наций О том, что Больницы в газе Переполнены Люди пытаются Из газа Выехать Через блокпосты На лечение В Израиль Их не выпускают Это данные Организации объединенных наций Это не журналист Да, но есть и заявление Хамас Про то, что мы Отвергаем медицинскую помощь Израиля Мы не хотим принимать Медицинскую помощь От врагов Палестинского народа Не может быть Другого Заявления Со стороны Фактического Хамаса В данном случае Который Не будем забывать В общем-то Находится Весь последний период В состоянии экономической блокады В Газе И те проблемы Которые есть В Газе Они не только Плохим администрированием Хамаса Вызваны Скажем откровенно А еще Некими ограничениями Совершенно нам Понятными И так далее Санкционными И блокадными Которые государство Израиль В данном смысле Использует Как механизм Александр Александрович Вот смотрите Мы разговариваем с вами Здесь в Москве Вы политолог Специалист Я журналист Ведущий радиопрограмму И каждый из нас Ну и Я сознательный Во всяком случае Мы накручиваем Накручиваем какой-то клубок Моток такой Который практически Неразматываемым Даже Даже когда Нас с вами Напрямую Это не касается И тогда все равно Встает вопрос Вот этому конфликту Израильско-палестинскому Уж Страшно Подумать Ну давайте там Аккуратно с 48-го года Если посчитаем Да То есть Что называется Все ныне живущие Наши радиослушатели Они практически И родились И выросли В условиях Когда постоянно Из там радио Телевидения Газет Что-нибудь такое Вот просачивалось И вдруг Последнее Насколько-нибудь Наверное Два-три Может быть Может быть Чуть больше Лет До сегодняшнего дня Что называется До вчерашнего дня Некая тишина Была Некая тишина И тут вдруг Как будто бы Не с того ни с сего И с одной стороны Мы с вами можем говорить И не без оснований О такой провокативной роли Которую сыграли В этом смысле Соединенные Штаты Америки И Трамп со своим решением С другой стороны Мы же тоже не беспамятные Мы не можем с вами забыть Что там Недели раньше Израильские вооруженные силы Тоже были вынуждены Или нанесли удар По иранским Лагерям То ли лагерям То ли складам То ли еще чему-то Почему-то иранскому На территории Сирии Дальше мы тоже Не можем не видеть Как Вот роль Ну так или иначе Упоминание Ирана Роль Ирана Там финансирование Хамаса Она тоже как-то так Как будто бы Явно Хамас это все-таки Ближе к другим Явно не явно Товарищам Чем корану Дальше Дальше вдруг Выясняется Практически Вчера и сегодня Что уже формируется Единый Исламский фронт И на встречу Исламских лидеров Эрдоган приглашает Уже И лидера Ирана И там же И лидеры Саудовской Аравии И Ордании И противостояние Между Скажем Там Саудитами И Ираном Оно как будто бы Сглаживается И такое ощущение Что Вот этот Очередной всплеск Израильско-палестинского Противостояния Он Правда Отчасти Очень удобен Очень большому количеству Международных игроков Он с одной стороны Очень удобен С другой стороны Крайне неудобен Потому что Многие лидеры Арабских государств Сегодня Вынуждены делать Острые заявления Разной степени Остроты Которые они В общем Не хотели бы делать В отношении Соединенных Штатов В отношении Израиля Я искренне Убежден Что очень многим Государствам И политическим Лидерам В Персидском заливе Вся эта история Поперек горла Стоит абсолютно точно Потому что Они понимают Что они на ней Ничего не выиграют Только потеряют Да Противостояние С Ираном Важнее Но Подтянуть Иран К проблеме Иерусалима Это уж совсем Тяжелая история Это очень тяжело Связать Иран И палестинцев Можно Но Значительно Проще Связать Хамас С братьями Мусульманами С теми же Поименованными Людьми С Турцией И так далее С огромным Количеством Других сил Иран В этом смысле Для них Значительно Более серьезная Геополитическая Угроза И Даже Отвлечение Фактически Отвлечение Внимания От противостояния С Ираном На территории Сирии На Иерусалим Тоже плохо Тоже не очень хорошо Вот У нас Пока все Например Разговаривали О палестинцах И Иерусалиме Так где-то На полях Прошла встреча По Сирии Очередная Как-то она Выпала Из информационной Повестки Очень много Других вещей Происходит В самой Сирии Происходит Много интересных Вещей Событий Которые тоже Не попадают В СМИ Не думаю При этом Что всем Поименованным Союзникам А кстати Европейским Союзникам Вот зачем Им это все Сейчас нужно Европе Это вообще Незачем Тут я тоже Не знаю Насколько Наши слушатели В курсе Что все-таки Послы Четырех Стран Вызванные Для консультации Потому что Приняли участие В этой самой Тусовки В честь Празднования В Израиле И в том числе Палестинцы Отозвали Своих представителей Чехия Венгрия Австрия Австрия И Люксембург Еще кто-то Да И тогда встает Как же так Европейская солидарность И тут же Туск Со своим этим заявлением Мы такая Все Спасибо Открыли Спасибо Дональду Трампу Открыли глаза С такими друзьями Враги не нужны Ну вот это уже Крайняя степень Дипломат не имеет Права так говорить Но он-то Мне кажется Как раз Потому что Он Дональд Туск Он-то как раз Говорил В плюс Скорее Он сказал что Нет я по крайней мере Так это услышал Что мы Нам как бы Помогают Такое серьезное Через силу Но учение Так вот Строгий Но хороший господин Учит нас кулаком Да Мы европейцы Должны это сейчас Вот воспринять И правильно себя вести Но К сожалению К сожалению Все это может Как вы совершенно правильно отметили Иметь Не просто Внутри Палестино-израильскую Составляющую Но и арабо-израильскую Мы не должны забывать Что вообще-то конфликт Всегда этот Назывался арабо-израильским Он так действительно Выпал из информационной повестки Но Как минимум Было 4 войны Больших Между Израилем И арабскими государствами Региона Которых участвовали Египет И Сирия И Ирак И Ордания И Алжир Вне региона Даже чуть-чуть Скажем В рамках большого Ближневосточного региона Вот И Все это грозит Самыми серьезными последствиями А проблемы А проблемы При этом Не решаются Проблемы Здесь Не только Идеологического Свойства Условно говоря Будет ли Иерусалим Столицей Только Израиля Или Израиля и Палестина Кто будет контролировать Святые места Не надо забывать Что это еще и Город Колыбель Мировых религий И святые места И Эрдоган Не случайно Провел переговоры С Папой Римским В том числе В том числе Вот Поэтому Это одна часть Головоломки Вторая часть Головоломки Экономическая Как Будут решать Вопросы С оккупированными Территориями Они официально Считаются оккупированными И со строительством Поселений Израильских На этих территориях И с еще более Серьезными Но не часто Появляющимися В информационной повестке Проблемами Распределения Водных ресурсов Это Ближний Восток Контроль за стоком В Иордании И так далее Он очень серьезный Он в том числе Был одной из причин И первой И второй И третьей Арабо-израильских войн Там тоже стояли Эти экономические причины Так что Трамп И вот такая Его силовая политика Может Не просто Открыть ящик Пандоры Она может Расколоть его На части И все что в нем Напрессовано было Десятилетиями Оно оттуда Может вырваться Вы знаете Для человека Который Опять же Мы все В русле Информационной повестки Но вот я сказал Что на протяжении Последних Скольки-то лет Вот уже Такого накала Противостояния Израильско-Палестинского Не было И В какой-то момент Мне казалось Что Ну поколения же Меняются И так Так или иначе У Израиля Есть возможность Подкормить Немножечко И вот Экономическими методами Снизить Накал Противостояния Ну какая-то группа Конечно Останется Радикалов Но основное Массонаселение Хочет просто жить Господа И жить Хочу господа Это же вот рефренд Что называется И тогда Спустя еще какое-то время Просто предложат Всем получить Израильское гражданство И все радостно Пойдут Для того Чтобы избежать Ограничений Связанных Со своими Палестинскими настроениями И оно рассосется Само собой А уж там Ну Это кучка радикалов И с помощью своих же Просто желающих Сыто жить Как-нибудь И задавилось бы К тому все шло Или такая Прекраснодушная иллюзия Ну Судя по тому Что десятилетия уходили А ничего подобного Не происходило При общем понимании Что наверное Так было бы Самым правильным Сделать Вот Видимо не срабатывало Не срабатывало По целому Ряду причин И не только потому Что Палестинцы Значит упертые Борцы за собственную Независимость И вот ничего им не надо Кроме собственной Пяди земли Вот А и потому что Тех равных условий Которые Палестинцы Может быть Хотели бы получить Они Разными путями Механизмами Не получали В рамках того Израильского общества Которого мы сегодня Наблюдаем Да Есть часть Палестинцев И в Иерусалиме В том числе И даже в Восточном Иерусалиме Которые готовы Были бы Принять Гражданство Полноценные Права Иерусалиме 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 Они в рамках В рамках В рамках того Общества Которое Существует Сегодня В Израиле Всегда будут Ставаться Низшей Уж простите Кастой В данном Случае Мы здесь Не Просто Некий Наиболее Похожий Образ Подтаскиваем К нашему Размышлению В силу Того Что Образование Уровень Образования Ниже Значительно В силу Того Что Знание Языка Ниже В силу Того Что Изначальные Возможности Привлечения Финансирования И накопленного Богатства Ниже Конечно Не говоря Уже о том Что десятилетиями Не надо забывать Что все эти люди Которые сегодня В Палестине Штурмуют В том числе Выстроенные Стены И подразделения Сирийских Отставить Израильских Военных Они в общем Выросли В целой Истории Противостояния И подавления Бесконечное Количество Интифат Бесконечное Количество Палестинцев Задержанных И Отбывающих Наказание В местах Лишения Свободы Не в самых Тоже Хороших Условиях Не везде Не голландская Тюрьма 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 Голландских Высот Оккупированных Голландских Тоже в соответствии С формулировкой Организации Объединенных Наций Ну если верить Израилю То суверенитет Восстановлен И все хорошо Суверенитет Может быть Восстановлен Но Решение Организации Объединенных Наций 1967 Года Никуда Не делось Да Вот поэтому Пока Сегодня Реальность Оказывается Значительно Тяжелее И сложнее Вот такой Хорошей схемы Которую Вы описали Что вот да Палестинцы Интегрируются Не получается Эта интеграция Но ведь это не получается И не только потому Что палестинцы Скажем Такие вот Палестинцы Которые держатся За свою Интифаду Это ведь еще и потому Что в Израиле Очень Тоже Мощное движение Которое Совершенно этого Не хочет Конечно Есть и встречные Социальные движения Потому что Потому что вот Этот конфликт Еще Если совсем Схема Есть такое Цивилизованное Государство Израиль И оно такое Вот с западными Ценностями Со всеми Вот Выстекающими Парадами И всем прочим Из этого Правами человека Уважением И тарам-тарарам И мы Правда Переодически Особенно Тех Кто там не был Забываем Про то Что Это очень Религиозное Подчас Часть населения Фанатично Религиозное И ровно В такой же степени Фанатично Как сторона Которая представляет Там в палестинских землях Мусульманских Радикалов Например И позиция Израиля По любому вопросу Она исходит Из учета И этих Людей Их интересов Их представления О том Что хорошо Что плохо Особенно Когда касается Этого противостояния Мы продолжим Этот разговор Сразу после выпуска Новостей И напоминаю Что у нас в студии Дмитрий Егорченков Директор Института Стратегических Исследований И прогнозов Российского университета Дружбы Народов Как бы это В контексте Нашего разговора Не звучало Парадоксально Но может быть И про дружбу Тоже после выпуска Новостей Интервью И продолжаем разговор Говорим мы Про ситуацию Которая складывается Вокруг Израиля Вокруг Палестины И шире Наверное Ближний Восток Берем в студии Дмитрий Егорченков Директор Института Стратегических Исследований Прогнозов Российского университета Дружба народов Пока мы с вами Разговаривали Несколько минут назад Танки армии Обороны Израиля Нанесли удары По двум постам Наблюдения Хамас В южной части Сектора Газа Говорится в документе Который выпустила Израильская армия Залпы были даны В ответ на огонь Открытый По нашим силам Террористы Вели огонь Из тяжелого пулемета В результате Одна пуля Попала в дом В израильском Городе Сдерот С прилегающим К северной части Сектора Газа С востока Практически Вплотную Больше никаких Жертв разрушений Нет Ну в ответ Снесли наблюдательные Посты Откуда видимо Из танков И тогда Вот одна из проблем Действительно О которой И мы с вами уже говорили И довольно многие говорят Это симметричность Вообще Это Такое Размытое понятие Всегда Симметричные ответы Асимметричные ответы Несимметричные ответы Но Вот когда Когда идет разговор Именно о Действиях Израиля Израиль же Просто Декларирует Несимметричность Ответ То есть Как вы крыкнетесь Так мы всю мощь На вас Которая есть Более того Это делается На уровне Официальных заявлений Вот буквально Министр обороны Израиля Буквально Днями заявил Что отвечать Мы будем жестко Отвечать будем Без всяких Либеральных Простите Соплей Розовых Вот на любые Выстрелы В сторону Израильских военных Будет соответственно Нанесен удар С точки зрения Военной логики Снести Эти два поста Из танков Было правильно Неизвестно Сколько бы потерялись Израильских солдат Пытаясь там Взять их Как-то подавить Еще что-то С точки зрения Военной логики Абсолютно верно Но ведь не война Как будто Но как будто бы Не война Как будто бы Даже вот просто Одно государство Два государства До сих пор Задумываешься Потому что Палестинское государство То ли есть То ли нет То ли есть То ли нет Израильское государство То ли признано То ли вот сейчас Палестинцы говорят Это мы сейчас отзовем признание Вот в результате Всех этих событий У израильтян Конечно Есть и свой Печальный опыт И недооценки Угроз И Применение силы Что Как вы правильно сказали Симметричной Несимметричной Да и пропорций Все-таки Те войны Которые Израиль пережил Арабо-израильские Они очень Не просто Для него проходили Так или иначе Все-таки Согласитесь Когда против вас Со всех флангов Наступают Не будем говорить Какого качества Но тем не менее Превышающие вас По численности В том числе По численности Техники Армии Это довольно Тяжелая ситуация Другой вопрос Что израильтяне Всякий раз побеждали В общем-то Вот Но там в том же 73-м году Это было не очевидно Там в конечном итоге Могло все повернуться Совсем не так Так что израильтяне Понимают Что Как только они проявят Слабину Некую проявят Слабину Это может стать сигналом Для того Чтобы Самые разные силы В том числе И внутриизраильские Террористические организации Перешли в активную Фазу действия Почувствовав Что Извечный противник Он потерял хватку Израильтяне Этого допустить Совершенно точно Не могут Угрозы Они осознают Четко Совершенно Поэтому Ну вот Вот такие решения Принимаются И Еще Я понимаю Что Ставить вопрос Из классического Детектива Кому выгодно Может быть Некорректно Некорректно Совсем Но Если Для ведущего Это позволительно Вот я циник Такой Вот я стою в стороне И цинично За всем этим наблюдаю И Почему-то Мне кажется Ну да С одной стороны Вот есть Соединенные Штаты Америки Там Трамп Он прет Его предупреждают Он прет Там Как бы И действительно Может быть Прав Туск Спасибо большое Товарищ Трамп За то Что все уже Покровы сорваны Розовые очки Уже Отложены И мы видим ситуацию Такой Как она есть Но Есть Фантастическая Активность Президента Турции Раджепа Таипа Иргалагана Который В течение Несколько часов Проводит Переговоры Телефонные Совсем С лидерами Всего Арабского Мира Невзирая На разделительные Линии По там По религиозному Признаку Плюс Плюс Лидер Российской Федерации Плюс Лидер Германии Плюс Папа Римский И вот эта Отчаянная Перепалка С Нетаньяху Взаимное Обвинение По поводу Того Что вы устраиваете Геноцид Да кто бы говорил Вы сами Тут замешаны Да вы решаете В апартеиде Да И прочее И прочее И На сегодняшний день Получается Что эта волна Я не говорю Спровоцированная Эрдоганом Ни в коем случае Но в случае Возникшая волна Она Очень умело Оседлана Эрдоганом И Эрдоган Который в общем Пытался уже не раз Выступать С точки зрения Такого Лидера Всего Мусульманского Мира Он получает Сейчас Не просто там Козырь А такой Просто Джокеров ему Накидали Пользуйся Ну конечно И он как будто бы Действительно И пользуется этим самым И он реально превращается В лидера Всего Мусульманского Мира Который может Противостоять Условному Израилю Условному Западу Кому угодно Востоку России Я не знаю Кому еще Оставаясь при этом Членом НАТО Да Что самое интересное Ну и Это знаете Спорт учебе Не помеха Но тем не менее Ведь действительно Эрдоган Волею судеб Надеюсь Что волею судеб Превращается Именно в такую фигуру Ну по крайней мере Он очень хотел бы Чтобы этот образ На него хорошо Примерился Да Сам вот так Все-таки Неосманистские Не будем говорить Фантазии Но некие Концепты В голове Нынешнего Турецкого руководства Очень плотно сидят Эта часть Фактическая часть Идеологии Правящей элиты Эрдоган Эрдоган Далеко не первый раз Ставит себя Вот в этой ситуации Да В треугольнике Между палестинцами Им и Израильтянами Как один из Основных защитников Прав Палестинцев Прав Мусульман И так далее И так далее Да Не говоря уже о том Что там Идеологически близки Подходы Тех сил Которые Эрдогана За Эрдоганом Стоят Такие Скажем так Политический ислам Назовем это так С теми силами Которые сейчас Например в Газе С Хамасом Вот И например в Катаре Где нибудь Там можно много-много Цепочек внутри таких Линий нарисовать Кстати Только что Помпео провел Переговоры Со своими Катарскими коллегами По поводу того Что мы заинтересованы Как же так получается А иначе Если мы не будем Все вместе То это будет Способствовать В возвышении Ирана Вот Но действительно Действительно Эрдогану Он конечно Вы правы Не хотел этого Но ему эта ситуация Выгодна Он будет ее разыгрывать Попытается ее Разыграть в свою пользу Впрочем Польза наверное От этого будет И палестинцам И другим Странам региона Вот Потому что Мне лично Очень не нравится Когда Под прикрытием Вне региональных игроков Те или иные Региональные страны Начинают Слишком высокую Корону на себе Примеривать Вот И действовать Совершенно без оглядки На интересы своих соседей По региону В данном случае Вот как вы начали Говорить о том Кто чем пользуется Вот Изолитяне же тоже В рамках своих Собственных подходов Они тоже пользуются Ситуацией Для них Для них сейчас сложилась Хорошая конъюнктура Они ее попытаются Максимально реализовать Для достижения Тех целей Которые они не могут Достигнуть В рамках Переговорного процесса Все понимают Что к переговорному процессу Вернемся Не сегодня Может быть не завтра Может быть послезавтра Может быть мы На каком-то этапе Уже наконец-то Отреагируем На висящие Над столом Переговоров Предложения Из Москвы Провести наконец-то Прямые арабо-израильские Контакты Здесь в Москве О чем кстати Палестинцы говорят Они готовы Это делать Все равно Придется на этот формат Выходить Но Лучше выходить Уже с заранее Что называется Новых заранее Завоеванных высот Голландских Не голландских А вот смотрите Это же такой Рецепт Ким Чен Ина Довести ситуацию До обострения Вочти до абсурда До истерики Просто Когда уже Чуть ли не отсчитывают Время до новой Ядерной Какой угодно Войны И потом так Опаньки И согласиться На переговоры Но Когда это делает Ким Чен И Это одна история Когда Такую тактику Принимают Политические лидеры Других государств С другим весом С другой историей С другой В конце концов Военной мощью То От этого От этого Это все равно Расслабленное Приведение А вот действительно А гопничество Шагает по планете Смотрите Вот был такой Французский политик Шарм Алис Толеран Перегор Еще в начале 19 века Который говорил Что политик Это искусство Сотрудничать с неизбежностью У нас есть Некая неизбежность Сегодня на земном шаре Которая олицетворяется Соединенными Штатами Америки Их политикой Их поведением Их весом Вот такая неизбежность И очень многие Силы В разных регионах Пытаются Разыгрывать Эту неизбежность В свою пользу Если что-то Выгодно Соединенным Штатам А давайте их Подергаем тоже За усы В нашу сторону Развернем Вот Как потом сложится Второй вопрос Называется Главное Ввязаться С словами Другого французского Политика Вот И это плохо Это плохо Прежде всего Потому что Исчезают Правила взаимодействия Это самое основное Соединенные Штаты Признавая В данном случае Перенося посольство В Иерусалим В очередной раз Жирным Красной Краской Жирной Поставили крест На всех предыдущих Решениях Совета Безопасности ООН Организации Объединенных Наций Это не единственная организация Которая не ставит под вопрос У нас пауза Сейчас через две минуты Вернемся в эту студию Интервью И продолжаем разговор Дмитрий Егорченков Директор Института Стратегических Исследований Прогнозов Российского Университета Дружбы Народов Здесь в студии И Дмитрий Александрович Как-то вот Уже пора переходить К дипломатическим Путям решения Проблемы Если они существуют И я бы даже отдельно Говорил о И кроли Нашей страны В этих самых Дипломатических путях Ну С учетом того Что После всех Резких заявлений Из Вашингтона Которые в итоге Результировались Посольством Палестинцы Раньше говорили Что Соединенные Штаты Утратили Право На посреднические Услуги В этом конфликте А теперь Видимо Они утратили Его окончательно Ну Действительно Когда ты встаешь На сторону Одной из Противоборствующих сторон В любом конфликте Будь то даже В судебном разбирательстве Вторая сторона Это замечает Как-то сразу замечает Вот И в этом смысле Россия остается Пожалуй Наверное Единственным игроком Который Последовательно Последовательно Отстаивал Необходимость Прямого Мирного Процесса Откровенного Совершенно Встречного В котором Будут Последовательно Учитываться И интересы Палестинцев Но не забывать При этом И про интересы Израильской стороны Которые у нее Тоже есть Объективные Все Последние годы Этот мирный Процесс Стопорится Вот Давайте Я прям Навскидку Открыл Сейчас Сайт Кризис Израиля Палестины Становится Особо опасным Из-за того Что Людьми движет Страх Заявил Верховный Комиссар Он по правам Человека Он напомнил Что всплеск Насилия В регионе Привел К большому Количеству Жертв Значит Статья 15-го года Мы таких Статей Можем в интернете Обнаружить Тысячи От каждого Предыдущего Года Что называется Мирный Процесс Не движется Де-факто И не движется Вот по моему Субъективному Мнению Прежде всего Потому что У очень многих Участников Процесса Есть иллюзии Что через силовой Механизм Можно будет Проблему Решить Дожать Ее Что если Вас прикрывают Откуда-то Издалека То вы Свои условия Можете диктовать Для этого Не обязательно Договариваться Мы при этом Не говорим Что Палестинцы Идеальны Наверное Тоже нет Там есть Радикалы Там есть Люди Которые Тоже Будем откровенны За мирным Процессом Видят Например Решение Своих Собственных Материальных Рещих Политических Задач И наверное Если бы Этого не было Мирный Процесс Был бы Более Эффективным Но мы же В обществе Людей Живем Поэтому За любыми Такими Процессами Нужно Видеть И вот Такие Проблемные Моменты Ну и да Особенно Когда Самый Доступный Способ Заработка Через тоннель Протащить Пулемет В конце концов Ну да А не пойти Работать На условную Фабрику Да Есть еще Огромное Количество Внешних Игроков Которые Сегодня Очень аккуратно Себют В связи С этими Событиями Но они же Продолжают Подпитывать Палестинскую Интифаду Тем не менее И я не говорю При этом Что это делается На государственном Уровне Нет Есть огромное Количество Частных Фондов Людей Которые Как в других Странах мира Подпитывают Терроризм Так и здесь Они подпитывают Эти настроения В своих Собственных Интересах Подчеркиваю Не говоря уже О том Что на этом И заработать В общем Тоже можно Вот на такой Туннельной Торговле Например Россия Вот эти Стоящие В которых В которых В которых В которых В которых В которых Загоняют Ну смотрите Вот с одной Стороны Мы говорим Про территорию Израиля Палестины Рядом Есть Сирия И там Совершенно Независимо Друг от друга И даже Изолировано Подчас Действуют Военные Из Турции Военные Соединенные Штаты К Америке Военные Из Израиля Последнее время Очень активно Военные Из Российской Федерации В конце концов Просто военные Без флагов Просто военные Да Вежливые Или там Отвратительно Невежливые Люди Какие-нибудь Тоже там Там Задействованы И Все равно Невозможно Рассматривать Изолированные Эти вещи То есть Вот граница Между Сирией И Израилем Это не водораздел По-моему Эти процессы Очень объединены И уж А вот то Что происходит В Сирии Очень связано Действительно И с тем Что там Хочет Иран И с тем Что хочет Турция И с тем Что хочет США И тем Что хочет Не знаю Кто еще Саудовская Аравия Много Кто там Чего Самое главное Что мы в России С учетом наших масштабов Не вполне понимаем Что все это идет На маленьком пятачке Кровщичном Абсолютно Как это Четыре Франции Помещаются На территории Любой нашей области Так вот А там В район Не знаю Рязанской области В лучшем случае Да И все это Все это впритык А тогда Слушайте Ну Вот я про что Пытаюсь сказать Что Как-то же договорились Что Не входят Соприкосновения Там Самолеты Израильских ВВС Самолетами Российских Или самолеты ВВС США Опять же Самолетами Турецкими Например И там Российскими И израильскими И какие-то Вот Пусть Очень Очень странные Границы Вот Не взаимодействия Как раз Разное действие Над Сирией Определили А вот здесь Потому что Возможно определить Ну хотя бы так же Вот Не вмешательство В этом конфликте Вы очень точно Подметили Что Все Вот это взаимодействие В Сирии Происходит потому Что есть некая Общая коллективная воля Не допустить Столкновения В Палестино-израильском Конфликте Такая воля В общем В настоящий момент Как мне кажется Отсутствует Все успехи Палестино-израильского И вообще Ближневосточного Мирного процесса Которые были Они в общем В значительной степени Там советские Постсоветского Переода Такого раннего Они были связаны С тем Что ни одна Из сторон Тогдашнего Миропорядка Не хотела Чтобы Палестино-израильское Предсостояние Стало Причиной Вот более Глобального Конфликта Даже Почти все Без исключения Войны в регионе Вот эти Палестино-израильские Классические арабо-израильские воины Они заканчивались Вмешательством Либо одной стороны Либо вместе Чаще всего Кстати вместе Советский Союз И Соединенные Штаты Говорили о том Что все Хватит Ребят Прекращайте Давайте Как-то Померимся Во-первых Отведите войска Во-вторых Давайте Искать пути Выхода из ситуации А сейчас бояться перестали У нас просто осталось Двадцать секунд К сожалению Бояться перестали За океаном Это ключевое В данном случае И тогда рецепт Научить их снова бояться Тогда все остальное Прогрессивное человечество Как говорится Должно научить И снова бояться Посмотрим Как получится На примере Палестино-израильского Противостояния Прекрасный финал Спасибо большое Дмитрий Егорченко Директор Института Стратегических исследований Прогнозов РДН Был гостем Сегодня Вести ФМ Надо научить Их бояться Интервью